Техническое описание кода неисправности OBD2, цепь пятиуправления цепи деактивации, впускного клапана низкая, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, но не ограничиваясь, транспортные средства от General Motors, Dodge, Jeep, Chevrolet, Chrysler, Ram и т.д. Несмотря на то, что общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 P3435 и соответствующие коды P3433, P3434 и P3436 связаны со схемой управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра номер 5. Целью схемы управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра 5 является приспособление функции деактивации цилиндра, например, режим V4 двигателя V8, для улучшения экономии топлива при работе с малой нагрузкой, такой как движение по шоссе, модуль управления двигателем ESM управляет четвертых или цилиндровыми режимами двигателя, задействуя впускные деактивирующие соленоиды для четырех из цилиндров двигателя, этот код относится к цилиндру номер 5, а остальные три цилиндра в этом процессе определяются конфигурации двигателя и порядком запуска цилиндров, соленоид дезактивации цилиндра номер 1 устанавливается на или около впускного отверстия рядом с этим цилиндром в зависимости от конкретного автомобиля и конфигурации. Когда контроллер ESUD обнаруживает слишком низкое напряжение или сопротивление в цепи управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра 5 ниже порогового значения нормального диапазона, устанавливается код P3435 и загорается индикатор проверки двигателя, сервисный двигатель скоро или оба могут загореться, В некоторых случаях ESM может отключить форсунку цилиндра номер 5 до тех пор, пока проблема не будет устранена, а код не будет очищен, что приведет к заметному пропуску двигателя, соленоиды дезактивации цилиндров, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода может значительно варьироваться от умеренного до серьезного в зависимости от конкретных симптомов неисправности, пропуск зажигания требует немедленного внимания, поскольку это может привести к необратимому повреждению внутренних компонентов двигателя, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P3435 могут включать, двигатель может пропустить зажигание, увеличенный расход топлива, плохая работа двигателя, сервисный двигатель скоро загорится, проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода P3435 могут быть, неисправный соленоид деактивации цилиндра, низкий уровень или давление моторного масла, ограниченный проход масла, неисправная или поврежденная проводка Разъеденный, поврежденный или ослабленный разъем неисправный ИСМ, какие шаги по устранению неполадок P3435? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и двигателю, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении Вторым шагом является проверка состояния моторного масла и подтверждение его обслуживания на соответствующем уровне, затем найдите все компоненты, связанные с цепью управления отключением впускного клапана цилиндра 5, и посмотрите на наличие очевидных физических повреждений В зависимости от конкретного автомобиля эта схема может включать в себя несколько компонентов, включая соленоид деактивации, переключатели, индикаторы неисправности ИСМ Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как соскоб, протирка, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов Этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами, включая ИСМ Обратитесь к конкретным техническим данным для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра 5 и проверить каждый компонент, включенный в цепь, который может включать плавкий предохранитель или плавкую вставку Продвинутые шаги Продвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля Напряжение проверка Опорное напряжение и допустимые диапазоны могут варьироваться в зависимости от конкретного транспортного средства и конфигурации схемы Конкретные технические данные будут включать в себя таблицу устранения неполадок и соответствующую последовательность действий, помогая вам поставить точный диагноз Если этот процесс идентифицирует отсутствие источника питания или заземления, проверка целостности может потребоваться для проверки целостности проводки, разъемов и других компонентов Тесты непрерывности всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Омов Сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта, замкнута или подверглась коррозии и должна быть отремонтирована или заменена Каковы некоторые общие исправления для этого кода? Замена деактивирующего соленоида Очистка от коррозии разъемов, ремонт или замена неисправной проводки Замена масла и фильтра, очистка заблокированных масляных каналов Перепрошивка или замена ESM Распространенная ошибка замена соленоида дезактивации Когда недостаточное давление масла или неисправная проводка приводят к тому, что ESM устанавливает этот код, надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление для устранения проблемы с кодом неисправности цепи управления деактивацией, впускным клапаном цилиндра номер 5 Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет Продолжение следует...